Я буду писателем в предыдущей серии. Никаких дней рождения. Островитянин возвращается. Кто вы? Кто вы? Зря вы меня не послушались. Капитан Немо? Решил называть меня Джоан? Я мог бы сделать вашу жизнь страшной. Она и так страшная. Всё, сынок, пора домой. Час назад вас здесь не было. Разве? Герберт, это чудесно. С днём рождения. Знаете, в моём сне он был совсем как живой. Алан Скарф Колит Стивенсон Стивен Ловат Гордон Майкл Вулвит И Джон Бэтч В роли капитана Немо. Таинственный остров. Женщины мира Продюсер Шон Райсон Автор сценария Глен Норман Режиссёр Кристин Паркер Всё, вылезайте. Спасибо, Зехаре. Ладно, я и помогу. Спасибо, Джейкоб. Зачем вы нас высадили? Капитан утверждает, что через день-два мимо острова пройдёт фрегат. По дороге в Новую Зеландию с кругленькой суммой на борту. Значит, будет битва. И капитан решил, что будет лучше, если мы отсидимся здесь, пока не минует опасность. Так? Так он сказал команде. Он боится признать правду. Понятно. И в чём же Зехаре состоит правда? Капитан очень суеверен, и он бы никогда не вступил в бой, имея женщин на борту. Очень, очень плохая примета. Значит, вы заберёте нас после битвы. Если вы сами не надумаете здесь остаться, то вернётесь на корабль. Вы решили бросить нас? Капитан говорит, что вам не место в команде. А мы считаем, что в команде не место капитану. Он и понять ничего не успеет. Мы позаботимся о нём во время боя. В бою всякое случается. А потом? Что будет с нами потом? Ну, там будет видно. Вы же вернётесь за нами, да? Мы будем вам очень благодарны. Капитан! Корабль! Это нам сигнал. Всё, больше мы их не увидим. У них такие же шансы захватить корабль, как у меня, стать королевой Англии. Думаешь, здесь есть кто-нибудь ещё? Наблюдение за человеческим поведением, номер 153. Тема – брачные танцы. Это мог быть Гром. Нет, это был корабль. Скорее, Гидон! Он может уйти. Тогда идите. Лучше по восточной тропе. Я подожду Джоан. Вы слышали выстрел? Да. Герберт и Гидон пошли на восток. Да, кажется, выстрел донёсся оттуда. Вы видели? Что? Кажется, там кто-то есть. Наверное, какой-нибудь зверь. Пойдём. Да. Это не зверь. Точно. Кто-то здесь? Есть здесь кто-нибудь? Хеллоу! Тише. О, где? Вон там. Что такое? О, слава богу. Мы уже приготовились к смерти. Как вы сюда попали? На корабле? Откуда вы взялись? Нас здесь бросили. Что, кто? А где корабль? Уплыл. Это пираты. Они высадили нас. Пираты? А они вернутся? Нет, они оставили нас здесь навсегда. Надо же, надо же. Теперь всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Да, конечно. Как глупо с моей стороны податься эмоциям. Я, наверное, ужасно выгляжу. Нет, вовсе нет. О, Присцилла. Присцилла, дорогая, ты жива? Кажется, да. Можете меня поднять. Прошу прощения за этот нервный срыв. Мы совсем растерялись. Ну, Гидеон умеет успокоить. Гидеон. Какое чудесное имя. А я Джейн. Джейн Малкин. А это моя спутница Присцилла Хоторн. Герберт Пенкрофт. Мы подружимся, я уверена. Значит, корабль прибыл? Боюсь, что нет. Ваш отец? Нет. Пожалуйста, разрешите вам представить. Джейн Малкин и Присцилла Хоторн, капитан Сайрус Хардинг и Джоанна Пенкрофт. А где же корабль? Гидеон вам все расскажет. Нельзя ли нам немного отдохнуть? Да, конечно. Пойдемте со мной. Пойдемте со мной. Это и есть ваш дом? Я знаю, что это всего лишь пещера, но здесь тихо и безопасно. Да, здесь есть только самое необходимое, но я думаю, что вас мы устроим наилучшим образом. Я с удовольствием уступлю вам свою спальню. О, вы так добры. Нам здесь будет очень уютно. Да, Присцилла? Присцилла? Что? О, да-да. Очень. Очень. Можете приготовить себе еду. Здесь есть кастрюли, сковородки, все, что надо. Знаете, мне очень жаль, но мы не имеем представления о кулинарии. Что? Нам никогда не приходилось готовить. Что ж, ничего страшного. Мы с Гиддоном что-нибудь приготовим. Да? Что? А, да. Да, конечно. Вы так добры, Гиддон. С ума сойти. Как вы? Мы не умеем готовить. Ну и дела. Вы из-за этого расстроились? О чем вы? Ну, похоже, Герберт засматривается на одну леди. Никакая она не леди. Вы заметили, как она навязчива? Она немного переигрывает. А вторая не спускает глаз с Гиддона. Они обыкновенные приспособленки. Ни капли ума. Это ваш отец? Как глупо. Ну, спасибо. Все было очень вкусно. Правда, Присцилла? О, потрясающе. Еще манго? Еще манго. Знаете, чего бы мне хотелось? Чего? Обойти остров, прогуляться. Прекрасная идея. Что ж, мы с удовольствием будем вас сопровождать. А чего же мы тогда ждем? Неужели вы думаете, что за вами кто-то должен убирать? Мы потом уберем. Нет, Герберт, сделайте это сейчас. Пусть молодежь развлекается. Я сам все сделаю. Спасибо, капитан. И зачем вы это сделали? Я не прочь помыть посуду. Мне это нравится. А потом шар лопнул, и мы упали. А как вы оказались на шаре? Это длинная история. Герберт, ты нас правильно ведешь? Да, это дорога короче. Дорога куда? Ну, вообще-то я здесь еще не был. Но? Тогда, может, нам лучше свернуть. Можно пройти по этому бревну. Что-то оно мне не нравится. Гидан, вы что, боитесь? Нет, ни капли. Просто в этом нет необходимости. И потом мы должны помнить о наших гостях. За нас не беспокойтесь. Ладно. Слушай, Герберт, это неразумно. Перейдем в другом месте. Ну что? Смотрите, поединок. Спор рыцарей затерянного острова. Они сражаются за честь своих дам. Ладно. Вперед, Гиддон. Вперед, Герберт. Будьте осторожны. Сдаешься? О, нет. Купаться отправитесь вы. Это мы еще посмотрим. Все хорошо? Да. Прекрасно. Может, на дне зубучие пески? Вряд ли, старина. Но затянуть нас может запросто. Нам понадобится их помощь. Тогда давай, зови. Сами зовите. Ну, давай вместе. На счет три. Раз. Два. Три. Давай. Это даже смешно. Вот вы и зовите. Мы оказались здесь по твоей вине. Ладно. Раз. Два. Три. Дамы! Извините. Помогите. Извините. Нам нужна ваша помощь. Мы застряли. Вытащите нас чем-нибудь. Чем угодно. С веткой, палкой. Хоть чем-нибудь. Пожалуйста, быстрее. Гиддон. Я тону. Не двигайтесь. Когда суетишься, быстрее тонешь. Я знал, что умру на этом острове. Но не думал, что это случится именно так. Простите меня. Это я виноват. Да я тоже хорош. Что ж, я был рад знакомству с вами, Гиддон. Взаимно, Герберт. Помогите! Скорее! Как глупо. Джейн, быстрее! Быстро снимай юбку. Что? Что ты делаешь? Снимай. Сделаем веревку. Давай скорее, Джейн. Не очень тонкую. Не получится. Мы не можем пошевелиться. Надо лечь на спину, как будто плывешь. Нам не сдвинуться с места. Это и не надо. Наоборот, расслабьтесь. А теперь погрузите голову в воду, чтобы ваши ноги всплыли. Вы что, шутите? Я не буду топиться. Это единственный выход. Вы всплывете на спину и вытащите себя за веревку. Опустите голову и всплывайте. Герберт! Ну же, Гидон, сделайте это. Не могу. Герберт! КОНЕЦ! Субтитры сделал DimaTorzok Сказать спасибо, это ничего не сказать. Я у вас в долгу. Я это запомню. Может, сразу этого и не скажешь, но мне кажется, что прибыть этих девушек нам очень на руку. Вы не согласны? Что вы имеете в виду? Ну, Герберт в последнее время находился на грани отчаяния. Он был готов любой ценой покинуть остров. А теперь? Одиночество не будет так угнетать его. Если уж ему суждено остаться здесь навсегда, то он хотя бы не будет один. Может, она сделает его чуть счастливее? Я знаю, что вы правы, но... Только не она. Она... Я не знаю, она такая... Надо подождать и узнать их получше. Особенно если учесть их прошлое. Пиратский корабль не воскресная школа. Я уверена, что хорошие качества у них тоже есть. Я все объясню. Вон отсюда. Ладно, ладно. Оставайтесь здесь. Значит, у тебя есть объяснение. Надеюсь, оно правдоподобное. Какая свирепая штучка. Извините. Он мне все рассказал. Спасибо вам. Эти вещи... Не очень модные, но зато теплые. Спасибо. Мы не очень-то ладили до сих пор. Но раз уж нам придется жить вместе, давайте попробуем начать все сначала. Спасибо. Ну ладно, расслабьтесь. У нас перемирие. Правда? Теперь на шестеро надо сделать перестановку. Можно отделить места для сна. Попробуем немного приукрасить этот дом. Да, здешняя атмосфера нагоняет тоску. Но это можно использовать как скатерть или как занавеску. На русский язык фильм озвучен компанией «Лайко» «Санкт-Петербург». Академия «Санкт-Петербург» «Фашка 6» «Бы Субтитры создавал DimaTorzok